Здравствуйте! В эфире Литературная дуэль и с вами Алексей Марков. Поэзия 21 века. О чем она переживает? Как она выглядит? В чем ее нерв? Можно ли разобраться и научиться ориентироваться в огромном количестве авторов и текстов? Сегодня попытаемся в этом разобраться вместе с поэтом, писателем и эссеистом Дмитрием Воденниковым. Здравствуйте, Алексей. А также поэтом и организатором международного симпозиума «Волошинский сентябрь» Андреем Коровиным. Здравствуйте. А дуэль, насколько я понимаю, у нас с вами, да? Да. И вы как здорово. А вы кто, секундант? Я секундант обычно, да. Или вы Николай I, который нас накажет за это дуэль. Вот как хотите, вы выбирайте. У вас, так сказать, свобода выбора, это демократия. Да, ну давайте секундант, я просто останусь секундантом. У меня такой первый вопрос. Вот стол, чтобы на нем, тейбл, верно, чтобы на нем есть. Вот у меня микрофон есть, он звук снимает. А поэзия зачем человеку в 21 веке? Во-первых, поэзия для того, чтобы ее на столе писать. Вы знаете, что раньше, вы помните, да, мы все здесь не молоды, кроме вас, что в свое время никаких компьютеров не было. Был такой момент, да. И мы писали всегда на листочках. Все дело в том, что мне кажется, что поэзия, это перед тем, как мы начнем дуэль, что поэзия – это вещь, которая существует голосово и в виде черновика, именно бумажного. Так что поэзия для того, чтобы ее писать на столе, а отнюдь не на гаджетах, как полагают большинство, мне кажется, современных писателей. Ну, Дмитрий, как всегда, парадоксален в определениях. Я считаю, что поэзия – это хлеб и воздух одновременно. Собственно говоря, исчезает все. Исчезает государство, исчезают правители, исчезают народы. Единственное, что остается – это поэзия. И она доходит до нас на глиняных табличках, на папирусах, на чем угодно. Но остается только она. Все остальное уничтожается временем. Давайте поменяем только воду на вино. Пусть это будет хлеб и вино. Хорошо, я не против. Да-да, Амар Хаям бы поддержал. А вы знаете, что во Франции до сих пор действует закон Наполеона какого-то? Я до сих пор не помню, какого. Когда ты приходишь в кафе, садишься, тебе обязательно приносят хлеб, даже если ты ничего не заказываешь. Вот мне кажется, что из этого тоже можно вытянуть хорошее определение поэзии. Поэзия – это то, что тебе приносят, даже когда ты этого не просишь. Потому что ты должен поесть и пойти дальше. Даже если тебе нет денег расплатиться за другие блюда. Так зачем нужна поэзия? Чтобы есть. Чтобы есть. Чтобы не умереть от голода. Смотрите, Андрей, я придумал. Поэзия нужна, чтобы есть и чтобы быть. Слушайте, а фонарить – это очень круто. Да? Да, очень хороший. Слушайте, это правда, это неожиданно. Просто чтобы есть и чтобы быть. Потому что это считается, что поэзия – это некая безделка. Некоторый десерт, который тебе подается после долгого и, возможно, даже утомительного ужина. На самом деле нет. Поэзия – это вещь, которой мы дышим. И, возвращаясь ко второй части моего случайного экспромтного определения, и без поэзии невозможно существовать, без нее невозможно быть. Это как воздух. Это, помните, Мадельштам был проборованный воздух. Это воздух, которым мы дышим. А вы встречали людей, которые не читали ни одного стихотворения в своей жизни? Мне не доводилось. Я читал, я не читал ни одного стихотворения. Только первые две-три строчки. Полностью нет? Да, никогда не ходи доходи. Почему? Как? Ну так, вы знаете, у меня только в мыслях… Самоостанавливает. Самоостанавливает. Да, необыкновенно. Я просто уже дальше бежал. А поэзию не надо читать до конца. Зачем это читать до конца? Кстати, это правда. Поэзия – это, может быть, одна строка, две строки. Одна строфа. Вот мой любимый пример из Ахматовского стихотворения. В последний раз мы встретились тогда на набережной, где всегда встречались. Была в Неве высокая вода и наводнение в городе. Боялись. Ты говорил о лете и о том, что быть поэтом женщине – нелепость. А я запомнил «Высокий царский дом» и Петропавловскую крепость. Третью строфу, которая будет после этого, читать совершенно не стоит. Она будет написана в Ахматовской, вот этой легендарной манере, где в этот день была у меня дана безумная, и всех безумных песен. И стихотворение выдыхается, оно портится. Есть много стихов, которые не надо дочитывать. Да, у многих поэтов, действительно. У нас какая-то не дуэль, а просто с вами, и даже не социалистическое соревнование. Все время соглашайтесь, спорьте, спорьте сам. Тогда давайте в такие мутные или темные пока воды, непонятные. Фемпоэзия. Что это такое? Самое интересное, что сейчас происходит? Или этого вообще? Во-первых, это интересно. Мне нравится. Мне нравится, что есть фемпоэзия. Мне нравится, что пришли девушки, девочки и женщины, которые почему-то решили, что фемпоэзия чем-то принципиально отличается от просто поэзии. Но это всегда, поэзия вообще всегда вызов. Она всегда придумывает, что она какая-то новая. Без этого поэзия не может существовать. Это ее энергия заблуждения, а также энергия движения вперед. Когда пришли условно к министам, я от фонаря сейчас беру, да? Они, конечно, считали, что они работают на два шага вперед, дальше, чем символисты. Нет, чем символисты. У них были соперники футуристы, ну, относительно. Помните, это потрясающий анекдот, когда подучили какого-то официанта, то ли в политехе, то ли еще где-то, где читал Маяковский, и когда он принес ему чай в гримерку, Маяковский его спросил, ну что, вы слышали? Вам понравилось? Какие ястики? Такие больше никто не пишет. Этот подученный лакей сказал, вы знаете, я больше предпочитаю акмиистов. Акмиистов. И ушел. Серьезно? По-моему, это невероятная история. Какая прелесть. Прелесть. И они соперничали с футуристами, акмиистами, акмиисты с футуристами и так далее. Ты не соперничаешь с прошлыми, ты соперничаешь только с параллельными. И вопрос о всем поэзии, это очень здорово, что они пришли. Я очень, наверное, мне нравится Васякина. Слышали ее фамилию? Да, я читал, конечно. Мне нравятся ее стихи. Они такие документальные, ну, как бы, слепкие, да? Такие простыни, я имею в виду, поэтические, да? Верлибрические, насколько мне память не изменяет. Которые рассказывают о том, о сем, о сложной судьбе, о несложной судьбе, о ее взгляде. Новая поэзия – это всегда другой взгляд. Поэтому, да, я хорошо отношусь к фемпоэзии. Андрей, вы с этим сталкивались? Я плохо отношусь к фемпоэзии. О, дуэль, наконец-то. Потому что, да, конечно, это попытка самоутвердиться, попытка девушек выделиться в современном обществе. К нам феминизм вообще пришел гораздо позже. Как очень многое к нам приходит с большим опозданием из Америки, из Европы. Феминизм к нам пришел с большим опозданием. Сегодня все пытаются играть в феминизм. Это уже, я не знаю, какая из волн, третья, четвертая, пятая. На самом деле, никакой фемпоэзии нет, конечно. Как и не существует вообще разделения поэзии на женскую, мужскую и прочую. Поэзия бывает хорошая и плохая. Никакой другой поэзии вообще нет. Это как осетрина, как говорил Булгаков. Она бывает только первой свежести и последней. Вот, поэтому... Булгакова виднее. Он не надоел хорошую осетрину. Это самоутверждение всего лишь. Это попытка заявить о себе. Каждый имеет на это право. Мне единственное, что не нравится в этой фемпоэзии, это слишком большое педалирование социальных проблем. В данном случае смешивается поэзия и какие-то социальные проблемы, связанные с насилием в обществе, еще с чем-то. И все это переводится в поэтическую плоскость. Я считаю, что это не то чтобы неправомерно. Просто к поэзии это не имеет никакого отношения. Это другая совершенно проблема. И этим должны заниматься совершенно другие исследователи, другие люди, скажем так. Ну так у вас претензия к названию или к контенту? Плохое слово «контент». Но вы читали? Нет, конечно. Конечно, мы не читали. Нет, конечно. Нет, конечно же, мы не читали. И, конечно, мне нравятся какие-то стихи из так называемой фемпоэзии. Но я считаю, что это фейк. Никакой фемпоэзии нет. Это просто очередной маркетинговый ход для того, чтобы о себе заявить. Вот и все. Андрей, скажите, а почему этот феминизм там пришел всем недавно, когда в отцах и детях Тургенева присутствует суфражистка Кукшина? Если мне память не изменяется фамилия, потому что мне надо хочется сказать ее Кукушкиной. Она была Кукшина. Это в чистом виде суфражистка. А суфражистки – это по большому счету феминистки, которых мы теперь называем, так как они, секунду, которых мы сейчас называем феминистками. Мария Арбатова, которая… Сидела на вашем месте буквально недавно. Может, я поцелую стол? Которая вела еще на ТВ-6. Была такая программа, вы еще не родились. Да я помню даже, кстати. Я не родился, но я видел. Вы искладили, по-видимому, вы помните. Которую вела я сама, да? Я сама, да. Она не вела, она была одним из экспертов. На самом деле, феминистическая повестка пришла достаточно рано. Весь Советский Союз вообще устроен из феминистической повестки. Потому что… Родину мать завида. Нет, права женщин, равные условия оплаты труда – это чистая советская история. Так что извините. Они пришли еще давно, 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 давно. Я имею в виду, что волна феминизма 60-70-х годов до нас докатилась сейчас. Потому что ей некуда было катиться, через нечего было катиться. Вы знаете, что было в 60-е годы. В 60-е годы мы были закрытой страной. Так что я могу уходить. Социалистически вы подтверждаете мои слова о том, что до нас докатилась только сейчас, когда упала стена. Стена упала очень давно, но упала в 90-е годы, если не в 86-м году. Но тогда была только Арбатова. Тогда была неправда. Тогда была Ленор Горалик, тогда была Елена Фанайлова. Ленор Горалик гораздо позже. Да? 90-е годы. Хорошо, 90-е годы. Друзья, записывайте, надо потом обязательно прогуглить, посмотреть и почитать. Елену Фанайлову обязательно надо почитать. Вот абсолютные женские феминизмы. Они вообще стихи о свободе, они против всего. Я имею в виду, это против всего ограничивающие. Я согласен, но она тоже была одна, не было никакой фемпоэзии. Я почему говорю о том, что так называемая... А Вера Павлова, простите, это не фемпоэзия? Вера Павлова. Единицы. Нет, Дмитрий, единицы. Мы уже нашли по меньшей мере трех человек. Хорошо, трех, но это единицы. Сейчас именно волна. Вы издеваетесь сейчас? Я на полном серьезе? Нет, я на полном серьезе. Дмитрий, сейчас идет волна, поэтому она получила название. Потому что это волна. Но все ли рано и поздно начинается с волны? Сначала приходят первые проходцы, и они самые сильные. А потом за ними начинают идти стада. Да. Но это так все развивается. То есть вы сейчас всю фемпоэзию назвали стадом? Прекрасно. Я стадами, товарищи. Я назвал вас стадами. Друзья, давайте про лучшего поэта современности поговорим. Дмитрий Водзенников. У меня написано другое, Пидоренко ВП. Слушайте, я Пидоренко не знал, когда я увидел ваши вопросы. Я, как правило, не читаю вопросы. Как и стихи, мы уже поняли. Да, как и стихи. Я вообще не читаю. Маленькое признание, я вообще не умею читать. А вот эту книжку вы читали? Нет, я ее писал. Дмитрий Водзенников, я только ее писал. Это было по наитию, мне Бог диктовал. Я слышал где-то Пидоренко, и я ничего не читал. Я специально пока ехал, посмотрел его. Ведь на самом деле Притечь мы очень много знаем. Это Лебяткин, капитан Лебяткин у Федора Михайловича Достоевского. Это, напомните, не Тендеряков, как его зовут? Тиняков. Тиняков. Александр Тиняков. Александр Тиняков, который после революции... Сначала он писал такие декадентские стихи, а после революции он сидел на... Сначала в Петербурге, потом в Ленинграде. Я сейчас не вспомню, какого моста, но очень известного моста. Собирал милостыню и очень любил, когда ему милостыню подавали известные писатели, типа Анны Ахматовой и еще кого-то. Это такой, действительно, условно говоря, Смердяков. Я не вкладываю ничего плохого в слово Смердяков в данном случае. Это поэт, который пишет такие подпольные, грязные, мы берем в кавычки, грязные, задевающие стихи. Ну, там слишком богатая традиция, чтобы я что-то такое говорил, какое-то фи свое, но мне это как метод не нравится. Мне кажется, что это очень старо. И есть такое ощущение, что это не очень реальный человек, и может, он и не один. Коллективный вы думаете? Не знаю. Я не читал этого автора, и, честно говоря, даже увидев вопрос, у меня не возникло желания его читать. Потому что вы такой изысканный и не любите такие слова, как его фамилия? Да нет, почему? Просто надо самоутверждаться в текстах, а не в псевдонимах. Но вы же не посмотрели его тексты? Может, он гений? Не посмотрел. А может, он гений? Вот нам придется это сделать. Вы же помните Шиша Брянского? Да, конечно. Но он же потрясающий. Расскажите, что за Шиша Брянский? Я так не думаю, это не криво. Ну, Шиш Брянский – это Решетников, да? Это посудание Решетникова. Да, это Кирилл Решетникова. Кирилл Решетникова, который в 90-е годы как раз тоже вышел на свою орбиту. Я не знаю, какая большая она орбита, маленькая, неважно. Он вышел на свою орбиту, и он писал тоже такие странные травестированные стихи. Ну, мне кажется, это был неудачный эксперимент. Да, вы думаете? А мне что-то нравилось. Сейчас я на вскидку не вспомню, но мне что-то нравилось в Шиша Брянском. Мне вообще на самом деле в какие-то моменты очень нравится игровая, не в смысле ироническая, а игровая, когда ты придумываешь… Я никогда этого не делал. Это мне не по силам, мне не такого дара. Когда ты придумываешь себе персонажа, и стихи начинает писать персонаж. Собственно говоря, самый известный персонаж в русской литературе – это кто? Я вас спрашиваю, не подсказывайте. Так, так, самый известный персонаж. Он тоже коллективный, надо сказать. Вы писали несколько… Можно вывести ведущего? Козьма Прутков. Вот, я его имел в виду. Козьма Прутков. Вот, собственно говоря, собирает на персонаж, кстати, Андрей. И ведь он тоже весьма сомнительный с точки зрения его умственных способностей, его нравственных качеств и всего остального. Вы не находите? Ну, Прутков забавен местами. Местами. Но, тем не менее, там возникают какие-то такие вопросы. Это такой немножко дебил. Ну, да. Про Педаренко мы пока этого не знаем. Может, он и правда тоже забавен местами. Я читал его. Почему? Я пока ехал, я читал. А, вы прочитали. Нет, я всегда… Я не могу говорить голословно. Да, я его читал. Ну, еще раз говорю, вот это такая подпольная поэзия. Я не вкладываю ничего плохого в слово подпольное. Но таких экспериментов было довольно много. И ко мне в Булгаковске приходили люди, которые вот такую поэзию маргинальную, скажем так, писали. Мне эти эксперименты не очень интересны. Давайте про графоманию поговорим. Давайте. Что это такое вообще? Это мы с Андреем. Ну, тогда как вы к этому относитесь? Положительно. Прекрасно. Мы очень с Андреем любим графоманию. Как вы без графомании не прожили бы вообще? Окей. Что тогда из современной поэзии, из того, что вы читали и видели, вы можете назвать странными текстами? Есть ли у нас странные тексты сейчас? Ну, кстати, сейчас давайте по поводу графомания еще вернемся. Все дело в том, что я не зря так пошутил по поводу того, что мы графоманы. Человек, который не может не писать стихи, когда они приходят к тебе гулом, они обрушиваются в тебя совершенно неожиданно, по большому счету является графоманом. Потому что от него ничего не зависит. Просто там есть еще одна коннотация. Графоман – это который, условно говоря, на выходе дает какое-то черт знает что, чтобы не употреблять близкое к обценному плану, лексику. Да, да. Но мы все графоманы, так или иначе. Один из самых известных графоманов – это Бродский, по-моему. Он писал бесконечно. И Пушкин тоже. А Дмитрий Александрович Пригов. И Пригов. Потрясающий, гениальный, но Дмитрий Александрович Пригов просто сделает своим принципом. А вы знаете этот принцип, нет? Я слышал эту фамилию, но я не читал. Дмитрий Александрович Пригов – это поэт, условно говоря, 70-х годов, да, 70-х, 80-х годов, который входил в условную там группу, где была Искренко Нина, где был Жданов, где был Евгений Банимович, Еременко, Аристо. Парщиков. Парщиков, извините, что забыл, да. Не забыл, а просто не назвал. Но он был Ганлевский. Ну, Ганлевский – это немножко другой круг, но, тем не менее, это один и тот же возраст. Одно и то же поколение. Это Дмитрий Александрович Пригов был художником. Он, кстати, придумал это определение новоискренности, которое сначала подхватили мы с Анашевичем и с другими поэтами моего поколения, а потом новоискренность стала еще и журналистикой, да, в 2000-х годах, а нас уже не вспоминали. Но дело не в этом. Он это придумал не как поэтическую историю, он там что-то расклеивал, какие-то картинки на деревьях, но он, возвращаясь к графомании, он поставил, он озвучил такую программу, что он пишет стишок, как минимум один стишок один день. Ну, то есть, каждый день он пишет один стишок. А что это как не графомания? У тебя может не быть вдохновение, тебе нечего сказать, но он пишет. Это и есть чистой воды графомания. Но он потрясающий. Или вы не согласны? Пригов прекрасен. Пригов? Абсолютно невероятно. Сказали про новую искренность, а новая словесность. Вот что это такое? Еще и новая словесность появилась, а новое дыхание еще не появилось? Нет, это второе дыхание. Может быть, не через рот, а как-нибудь другим способом. Есть какая-то новая словесность? Нет? Я вообще, смотри, я сейчас хожу с ума. Вы обратили внимание, что люди стали действовать абсолютно протворенными дорогами. Они берут какое-нибудь существительное. Добавляют слово новое и считаешь, что новый реализм. Новый реализм. Вместо того, чтобы придумать, да не придумать, чтобы действительно вдруг из самого себя вытянуть, как шланг, когда тебя там проверяют, да, Гаста, эту самую делу. Гастроскопию. Ну, кстати, надо ее сделать, так кажется. И когда они вытягивают, когда ты вытягиваешь таким же образом стишок, вытягиваешь текст, вместо этого они начинают заниматься фантиками. Они придумывают, как все это, какая коробочка. Обертку. Обертку. Это очень грустно. Как говорил Раиса Захарна, помните, это грустно. А сетевая поэзия, это грустно или... А сетевой поэзии, это не может быть ни грустно, ни весело, потому что это единственная данность, которая дана нам в ощущениях. Ленин говорил про другое об этом, да. Но все сейчас, что существует, это в сети. Ну, в общем, да. Ну, когда-то, Дмитрий, вы помните наверняка, в начале 2000-х сетевыми поэтами называли авторов стихи ру, там, и так далее, и так далее. А сетевая тех, кто появился на первых сайтах со свободной публикацией произведений. Вот их называли сетевыми поэтами. Потому что не было тогда, ну, еще живой журнал был, не было Facebook, не было ВКонтакте. Но как только открылись, это к вопросу о феминизме, как только открываются новые поля смысла, появляется сразу, опять я скажу, толпы, толпы, стада, что я там сказал. Да, да, да. Появляются стада, которые идут на этот водопой. И это нормально. А нужно ли называть вот это поле смысла? Вот я к этому же вопросу про фемпоэзию. Вот ее же назвали как-то, да, для того, чтобы движение пошло в ту сторону. Необходимо это название или поле может существовать без слова? Без слова не будет такого внимания. Мы бы сейчас с вами не говорили об этом явлении, если бы не было этого слова. Мне кажется, слово очень точно маркирует то, чем собираются заниматься люди. Фемпоэзия, это, я, кстати, с большим уважением, потому что с фемпоэзией, я понимаю, что оно, если сейчас абстрагируется от поэзии, просто говорить про фемповестку, что их зашкаливает, они натворят какие-то совершенно невозможные вещи в том же Клабхаусе, да, когда кто-то там кого-то забанил. Как его зовут? Который написал Духлес, Минаев. Там Минаева даже феминистки, ставя ему дизлайки, умудрились его забанить Клабхаусе, учитывая, что феминистки, вообще-то это за права человека, да? Да. Мы помним об этом. Они потом извинялись, но как-то не очень хорошо получилось. Но когда появляется действительно новое явление, новая этика, новый способ разговора, то, конечно, сначала должен прийти термин. Потом все должно устаканиться и, наверное, как-то примириться с действительностью. Ты должен примириться, и действительно должна примириться с тобой. То есть ты его просто принимаешь, этот термин. Ну а что делать, если оно пришло? То есть, наверное, мы дождемся момента, когда... Ну, не знаю, мне кажется, предтечей фемпоэзии была лесбийская поэзия, по большому счету, если говорить об эротической составляющей этих текстов, потому что там это тоже достаточно большое содержание составляет фемпоэзия. Кстати, вот эти новые феминистки ее почти исключили. Да, практически исключили, но эротическую... Вот это к вопросу о первопроходцах. О первопроходцах, они потрясающие. Кукшина, она была несчастна, но она была потрясающая, это отцы и дети, да, потому что она была одна. Вот эта фемпоэзия, которая начиналась с запрещенного, условно говоря, или неприветствуемого дискурса, в кончете заменяется... Извините, мы вернемся к стадам. Они заменяются просто обывательницами, которые идут на этот звук. Подсунем первую поэзию, они скажут, нет, нет, пожалуйста, нас это оскорбляет. Их оскорбят их собственные Ленин, Энгельс и Маркс. Ну, если сейчас, да, если сейчас взять как эмблему, там, Роза Люксембург, Маша Арбатова и еще кто-то, да, их просто оскорбит. Это к вопросу, как обрабатывается любая настоящая и крутая идея. А мы помним одну суфражистку, которая погибла, это английская суфражистка, которая погибла под, хочу сказать, колесами... Льва толстого. Коня, коня, нет. Под копытами коня, когда она бросилась с каким-то лозунгом, чтобы под коня, если я могу напутать, но типа наследного принца английского, я могу, правда, напутать, но тем не менее. И она погибла под этими копытами. Он, кстати, больше не смог сесть ни на одну лошадь. Этот человек тоже не виноват, и, собственно говоря, что кто-то бросился к нему с лозунгом, да, с Кумачевым, не Кумачевым, не в этом суть. Вот эти люди рисковали. И эти люди придумали новый смысл. А вот те люди, которые пошли стадами... Помните, как у Ахмадулины? И жадно шли его стада напиться из моей печали. Вот когда эти люди пошли просто косяком, как серебристые рыбки, вот там смысла уже почти не стало. А стала та же самая агрессия. И стало то же самое насилие, против которого они борются. Попробуй сейчас стать против фемпористов. К сожалению, действительно, это просто очень агрессивное сообщество. Еще, к сожалению. Я просто растопчу. Хорошо, если бы у вас была, а мы все очень хотим, машина времени... Чтобы мы, наконец, отсюда куда-нибудь... Мы хотели бы отменить этот эфир, я понимаю. Куда бы вы поехали, в какое время? Давайте про прошлое, потому что в будущее понятно, что всем хочется, интересно понять, что там. Мне неинтересно, что в будущем... Неинтересно в будущем? В будущем мне неинтересно, потому что я не хочу озираться, как морская свинка сосна, не умея пробиться к своей стихии, оказавшейся совершенно чужой стихией. В прошлое я тоже не хочу, потому что... Потому что оно все страшное. Давайте назвать вещи своими именами. Оно все страшное. В серебряном веке я не хочу оказаться... Во-первых, мне он не нравится, он очень ломаный. И мы знаем, что будет после серебряного века. В 60-е годы мне тоже не хочется, мне кажется, они достаточно истеричные. И на выходе мне не очень нравится, что там получалось. Нет, я хочу жить только в своем времени. В своем времени мне интересно. Даже пусть говорят, что поэзия не занимает такого места, как я занимала раньше, это тоже чушь. Но пусть даже... Я согласен даже под этим подписаться, я хочу жить только здесь. А я бы, наоборот, попутешествовал в каждое время, но ненадолго. Да-да, не навсегда. Если бы застряли вдруг. Да, да-да-да. Ну, главное, чтобы машина времени работала четко, без проблем. А вы взяли бы сначала, не рекомендательное, а письмо, которое подтверждает, что она работает как часы, эта машина? Обязательно. Гарантию. Взяли бы гарантию? Да-да-да. А так, в принципе, интересно побывать в каждом времени. Серебряный век мне, конечно, интереснее всего из эпох. Но, в принципе, мне интересно каждое время. Это, конечно, потрясающе. Действительно, нет, я имею в виду с точки зрения сходить в музей, это, конечно, было потрясающе. Но что-то мне что-то сердце-то сжимает. Это ужасно оказаться в другом времени. Просто ужасно. Какая-то клаустрофобия в этом для меня есть. Ну, собственно говоря, практически об этом фильм про Париж. Господи, как его? «Окно в Париж»? «Окно в Париж», да. О, да. Слушайте, а вы посмотрели новый ренадский фильм, литвиновский? Нет, не хочу. Что-то клаустрофобия у меня вызывает. Посмотрите. Он очень крутой. Она, на самом деле, не очень ровный режиссер, честно говоря. Но я вдруг понял, что это напоминает. Помните, был такой фильм? Вы видели, Андрей? «Семейка Адамс». Не помните? Помним. И сериал потом был. Вот сериал плохой. Фильм потрясающий. Вот там декорация абсолютной «Семейки Адамс». Мне кажется, это чистая реплика оттуда. Посмотрите. Это любопытно. Там как будто прививка Муратова есть. Ну, у нее вообще много прививок Муратова. Да, конечно. Она такая, какая-то чистая. То, что мне вкололи. Спутник. Такой вопросик. А для кого вы пишете стихи? Для Дмитрия Водейникова. Да перестаньте. Он не читает. Ответьте. Для кого? Он читает первую строчку. Это очень хорошее четверостейшее. Для себя, конечно. Для себя. Ну, а для кого еще могут писаться стихи? А вы перечитываете свои стихи? Неужели стихи могут писаться для кого-то? Вот я себе плохо это представляю. Я пишу их, конечно, не для читателей, это глупость, не для слушателей. Я их пишу для какого-то облака. Я пишу их не для себя. То есть я, по большому счету, какая-то страна. То ли черная воронка, то ли какая-то черная дыра, которая, из черной дыры ничего не может вырваться, потому что это неправильно. В общем, я что-то такое совершенно не похожее на меня, из которого, да, черная дыра наоборот, да, из которой должен... Белая дыра. Да вы знаете, да, ведь версия, как родилась вселенная, что она родилась из одной, ну, как вдруг точка сингулярности, что это по большому счету есть идея макро-вселенной, да, что это одна из черных дыр одной из вселенной, да, и оттуда вдруг неожиданно, очень быстро наращивает темп расширение, начинает возникать новое пространство. Вот я пишу, это ужасно, глупо звучит и претенциозно, но я атеист, но я в этот момент, конечно, я пишу для какого-то огромного божества. Вот вселенная, макро, дыра, мне все равно. Вот для какого-то, потому что там все проверяется, и там говорят, нет, нет, не то. И ты мучаешься, но ты должен вытянуть. То есть диалог есть, присутствует. Там не диалог, там тебе бам, не то, не то, не то. И даже не в голову, тебя сюда бьют. У тебя почему-то нехорошо с животом. Не в смысле расстройства, а как будто в диафрагме, ты хочешь все время сжать себя. То есть, и как только получается настоящий текст, у тебя происходит расслабление. Отпускает. Да, тебе перестает быть плохо. А для чего тогда нужна фиксация на бумаге? Это же может быть в мысли, или может быть... Я не знаю, как Андрей ответит. Ты должен был, для того чтобы должен был вытянуть, понимаете, условно говоря, твои черновики, жалко, что здесь никто не видит, они на самом деле не на ваши похожи. Они как будто растут. Ты быстро пытаешься записать. Как успел, так зовут. То есть, они по большому счету начают прорастать здесь, в разных, в диагонали, без диагонали, вверх-вниз, записанные кусочками строчки. Поэтому для того, чтобы вытянуть стишок, тебе надо сделать очень многое. Ты должен его именно вытянуть. И поэтому ты в голове его не можешь держать. Ну, если это не короткая дата, и ты идешь... Но Мандельштам придумывал стихи полностью в голове. У меня тоже... У всех разный момент. Да, конечно, в какой-то момент... То есть, ты можешь... Ну, он и записывал, надо сказать. Но когда ты ходишь, да, вот это ушло, вот это ушло, и у тебя остается вот это, вот это, вот это, вот это, то, что зацепилось, да. Но ты, конечно, вытягиваешь их головой. Ну, запись – это работа, собственно, на текст. Это работа, это работа на текст. Вы так же это делаете? Да. Я думаю, что это вообще один принцип. Это вообще принцип. Не договариваешься? Честно говоря, я думаю, что да. Потому что вот к вопросу о фемпоэзии, они же много говорят про физиологию, потому что физиология, поэтическая физиология, она на всех одна. Ну, может, только вот абсолютно чистом виде Гарфоман, который садится и записывает. Но парадоксальным образом, у меня была такая вещь, именно когда вернулись стихичей 10 лет, некоторые я вытягивал очень долго, по неделе, там, еще что-то. Я бросился мыть квартиру. Когда пришел ГУ, я не мог от него избавиться. У меня такая была чистая квартира. Я вас уверяю, я мыл ее несколько раз. Я даже помыл внутри пылесос. Я был в психозе. В какой-то момент, что-то драйв, очередной скафель или там еще что-то, вдруг я бросил щетку, пошел к своему столу компьютера. Вы знаете, что теперь столы и компьютер, но они ведь по большому счету не для того, чтобы там что-то написать рукой, потому что все занято клавиатурой. И как бедный родственник, помните, есть такие картины Перова, еще когда-то тебе пряничком сел на углу, на углу быстро, одним потоком записал Верлибор. Потом я заменил там 2-3 строчки, но у меня такой опыт тоже был, как у Пушкина. Помните, он говорил, что он Годунова, есть такая версия, что Годунова некоторые сцены он записывал в бане, вот так, одним, что называется, одним потоком бросая листы на полбани. Так что это все может быть по-разному. В том числе и у Гурфомана. Дмитрий перечеркнул мне все вопросы, поэтому у меня их в принципе больше не осталось, кроме одного. Значит, о чем переживает нынче поэзия? Понятно, что каждый сейчас про себя ответит, но в целом вы же чувствуете поле. Я еще не понимаю, что... О чем мы переживаем? Так, о чем переживает поэзия? Я немножко не по-русски, я вообще не понимаю, что это такое. Я вопрос не понимаю. Все разрушается, и мы по этому поводу переживаем. Или наоборот, есть какое-то... Все собирается, и мы воодушевлены этим. Что мы чувствуем? Потому что есть ощущение, у меня, по крайней мере, что поэт это такой камертончик эмоциональный, который чувствует все, что происходит вокруг, даже, может быть, не видя что-то. У меня есть более жесткое определение поэта. Поэт это крыса на корабле, которая первая чувствует неблагополучие, пробоины, первая бежит с корабля. Проблема в том, что она убежать никуда не может, да? Но она первая дает знать, что что-то там не в порядке, да? Но я не считаю, что поэт всегда чувствует только неблагополучие. Я в этом не уверен. На самом деле, поэт, мне кажется, может почувствовать и свет, в том числе и который ударит из какой-то двери, которая будет открыта по тайным, в смысле золотым, долго тобой, сейчас не подойду, при причастии не подберу. Ищи, долго тобой, вот видите, все. Долго тобой ищущим нельзя сказать, найденным тоже нельзя сказать. В общем, когда ты долго искал ключик, поэзия может быть этой заповедной дверью, который ты долго искал, подойдет. Так что я думаю, что это и то, и другое, может быть. Так а что вы чувствуете? Что с миром? Вот такой вопрос. Что с 21 веком? Вы знаете, я думаю, что несмотря на все сложности, а по-другому просто не может быть, потому что это живые процессы, мы живые люди, мы идем каким-то очень правильным путем. И несмотря на все эти, что я там говорил, полки, что я там говорил? Стада. Стада. Несмотря на все стада, любые стада, которые идут и патриотические, и феминистические, и либеральные. Ну, понимаете, а мы все это видим в Фейсбуке, как коробочки булгаковские, да, где вдруг начинают маленькие люди чаще говорить противными голосами. Что на самом деле мы идем к какой-то очень правильной, общей, распадающейся на много-много разных частных цели. Что-то, мне кажется, все будет хорошо. Все будет очень непросто, все будет сложно, но все будет хорошо. У меня есть ощущение, кстати, по поводу России, и в первую очередь в России. Я знаю, как это не модно, особенно в определенных кругах, да, у нас должно быть все плохо. Но почему-то, мне кажется, что у нас как раз, что мы вообще наконец-то воплотим ту мысль, о которой так много говорили русские писатели, что типа третий путь, ну, понимаете, особый путь. У нас не особый путь, конечно. Но сейчас у нас есть шанс выстроить какую-то правильную стратегию, правильный исход, правильную историю. Потому что мы, с одной стороны, более консервативны, чем Запад, а с другой стороны, мы так же религиозно. На самом деле, мы все приняли, что дал Запад. И мне кажется, что у нас есть будущее. Андрей, что вы чувствуете? Ну, я более пессимистичен в прогнозах. Во-первых, потому что все-таки история ходит по кругу, и круг добра заканчивается всегда кругом зла. Вот, поэтому я думаю, что все будет не так оптимистично и розово, как описал Дмитрий. То есть мы сейчас в добре, насколько я понимаю, да? Мы сейчас, да. Вы считаете, что мы сейчас в добре? Я считаю, что мы сейчас в добре как раз находимся. Я думаю, что некое зло, оно придет со временем. Вот, и это подтверждают витки истории, которые... Ну, а не всегда так. Взять историю мира или историю России всегда сто лет, виток, сто лет, виток, сто лет, виток. Иначе пока не было за всю историю человечества. Не знаю, почему вы думаете, что будет иначе. Это зависит от оптики. Потому что, если вы считаете либералов, то вы знаете, как нынешняя жизнь называется, да? Я сейчас его не буду артикулировать, это прилагательное, но для них как раз сейчас все плохо. И, кстати, сейчас плохо все и для патриотов. Потому что они тоже считают, что все нехорошо. Все хорошо для меня, мой дорогой. Все хорошо для меня. Я как раз считаю, что сейчас все хорошо. Да? Да. Но для того, чтобы произошел качественный скачок в развитии общества, как раз нужно, чтобы было плохо. Великие поэты, великие какие-то идеи, все происходит на сломе эпохи. Андрей, дорогой мой, не обижайтесь на меня. Мы с вами примерно один год. Когда я старше вас, я пожилой человек, а вы еще юный, прелестный мальчик. Но тем не менее, на протяжении моей жизни, моих 52 лет, прошло несколько крушений. Крушение Советского Союза. Потом один кризис, потом второй кризис, потом что-то там рубль упал до каких-то невозможных отметок, которые не различались даже в луке. Ну, не будем про рубль-то сейчас, Дмитрий. Это очень важно, потому что это очень важно. Но все это было и на моей памяти. Поэтому давайте мы не будем сейчас говорить, что сейчас хорошо. Сейчас нехорошо. Мы сейчас вообще-то находимся под санкциями. Это называется хорошо. И под внешними, и под внутренними. Сихонечку. Мы находимся не только под санкциями. К сожалению, вы сейчас отдернулись. Потому что вы еще находитесь под опасностью коронавируса. Вам еще нельзя прикасаться. Хотя я привит, а вы нет. Поэтому нет, сейчас как раз очень плохо. Сейчас мы находимся, то, что тоже, наверное, нельзя сказать вашим прекрасным, в одном месте, которое из четырех букв стоит. Ну, мы находимся. Да. Эпос. Отлично, друзья. Мы поговорили о поэзии 21 века и не только с двумя поэтами. Дмитрий Воденников и Андрей Коровин. Спасибо большое. Это литературная дуэль. Увидимся скоро. Субтитры создавал DimaTorzok